Он победил на этой отдельно взятой планете. Он был вчера, он есть сегодня и обязательно будет завтра. В программе Автостоп-шоу на Пилот-радио. Километры полезной информации. Информационно-познавательный проект Автостоп-шоу приветствует вас на Пилот-радио. Наш рулевой автомобильный журналист, автоэксперт Владимир Яуре и я Марина Семенова вновь с вами. Здравствуйте. Да, привет всем фанатам и фанаткам автомобиля, а также им сочувствующим. На протяжении получаса будем обсуждать вопросы, в этот раз связанные с автотюнингом. И вопросов обычно возникает немало в связи с этим. Разбираться во всех тонкостях нам будет помогать авторитетный эксперт Максим Константинов, менеджер компании Carbon69. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, наш гость, эксперт дня, пришел сегодня не с пустыми руками. Для тех, кто проводит немало времени за рулем, у него заготовлен специальный тематический автоприз. Сегодня это бейсболка Матюль. Обязательно разыграем его среди слушателей Автостоп-шоу на Пилот-радио. Следите за эфиром, не пропустите старт розыгрыша. Также впереди вас ждут наши познавательные рубрики «Автофакты» и «Авторелиз». Начнем мы уже, наверное, традиционно с рубрики «Автофакты». Я и думал, что ты сейчас скажешь, вот сейчас она и прозвучит. Обязательно. Тюнинг автомобиля – процесс доработки обычного автомобиля, нацеленный на изменение заводских характеристик, увеличение мощности и эффективности двигателя, повышение эффективности тормозов, улучшение подвески, улучшение мультимедиа системы автомобиля, а также кардинальная переделка автомобиля, например, в кабриолет или пикап. Тюнинг, как стремление улучшить автомобиль, объединяет большое количество энтузиастов по всему миру, для которых тюнинг – это хобби или профессиональная деятельность. Тюнинг автомобиля, который готовится принять участие в какой-нибудь гоночной серии, обычно принято называть рингтулом. Профессиональные рингтулы собираются тюнинг-ателье или специальными, специализирующимися в области мотоспорта, компаниями. У нас автоликбез, я бы сказала. Ну, это мы глубоко копнули. Глубоко копнули, но тем не менее. Максим, а вот есть еще такое понятие, как автостайлинг. Вот каково его соотношение с понятием автотюнинг? Это что, разновидность или это отдельное какое-то понятие? Ну, безусловно, это разновидность, потому что тюнинг – понятие очень растяжимое. Для кого-то это стайлинг, то есть это внешний тюнинг автомобиля. Люди все, как говорится, по природе своей немножко нарциссы, и многие любят выделяться. Делать красивый обвес и красивый цвет и прочее, прочее, прочее. Стиль автомобиля внешне, чтобы едет машина по городу или где-либо еще, и люди обращали на это внимание. Кто-то любит скорость и драйв, и, соответственно, его основой является доработкой двигателя, подвески и прочее, как вот вы слышали. Но это уже не Сталин. Тюнинг – а кто-то любит все и сразу, чтобы и внешне, и, соответственно, и внутренне, и вот целиком, и полностью. Тюнинг – понятие растяжимое. Для кого-то это есть определенные рамки, а для кого-то это все вместе и сразу. Меня вот подмывает вопрос сейчас вот самое задать. Это сразу быка за рога. Почему карбон? Ну, 69 понятно, а почему карбон? Название. Данный вопрос компетентнее всего было бы задать руководителю, который все это открывал больше 8 лет назад. Основателю. Основателю, да. Да, вот, но я могу лишь предположить, предположить могу, точно информации у меня, к сожалению, нету. Вот. Карбон. Для многих это слово просто звучит, мне кажется, привлекательно. Магически. Магически, привлекательно. Является синонимом чернитка, наверное. Да, никто не догадывается даже, что это просто такое крутое-крутое углеволокно, которое когда-то было очень популярным, да, в принципе, и популярным на сегодняшний день. Ну, собственно, 69-й это наш регион. Ну, понятно, да. И название такое слово звучное, карбон. Ну, да, загадочное что-то, как и сам тюнинг. Хорошо, скажите, а вот какие направления тюнинга мы можем найти, попав в залы вашего роскошного магазина? Абсолютно любые. Не может быть. Может. То есть вы занимаетесь и... Абсолютно всем, что связано с тюнингом. То есть и мощность двигателя контроллерами поднимаете, и прямотоки продаете, и чехлы ставите, и диски литые у вас там. Ну, изначально мы все это продаем, потому что мы магазин, а если не есть необходимость поставить где-то что-то, с удовольствием направим в те сервисы, ателье, с кем мы сотрудничаем. То есть у нас есть список, скажем так, проверенных, можно сказать, авторизованных центров, которые... Конечно, безусловно, которые пользуются нашей продукцией, соответственно, мы сотрудничаем с ним, это как, образно говоря, друзья друзьям помогают. Абсолютно любые. Мы находимся в городе Тверь, а есть люди, которые пользуются нашей продукцией, находятся, к примеру, возьмем город Краснодар, Габаровск. Давайте по географии поговорим. Да, были опыты сотрудничества и работы с покупателями из разных городов, соответственно, у них нет возможности прийти в магазин и посмотреть все, пощупать руками. Они могут посмотреть на сайте, там все с подробным описанием, соответственно, с фотографиями. На сайте, я понимаю, так и называется тоже, Carbon69. Все верно, все верно, конечно, для комфорта и удобства и поиска, то есть забиваете в поисковой строке, находите сразу наш интернет-магазин. Соответственно, там можно все и посмотреть, и если есть какие-то вопросы, задать консультанту напрямую, то есть позвонить в магазин, либо оставить заявку, то есть, например, как там все это происходит. Оставляется заявка на покупку, то есть человек, я хочу купить, то есть оплатить он покупку не сможет до тех пор, пока с ним не свяжется менеджер и, соответственно, дополнительно его не проконсультирует, не подтвердит, и, соответственно, человек задаст все интересующие его вопросы, как и по продукции, так и, соответственно, по доставке. Но, в принципе, этим может воспользоваться не только, скажем, иногородний автовладелец, но и наши, в общем-то, земляки, да? Безусловно. И они, наверное, пользуются. Конечно. А большой процент таких. Магазин на диване. Ну да. Как говорится, да. Люди, которые любят посмотреть, заказать их, чтобы им это еще и привезли. Автостоп-шоу на Пилот-радио. Километры полезной информации. На Пилот-радио Автостоп-шоу. Эксперт дня сегодня Максим Константинов, менеджер компании «Карбон-69». Владимир, вопрос? Ну, я думаю, что вот Максим нам сейчас расскажет о таких самых основных трендах, которые у них наиболее востребованы. Мне вот просто интересно. Нам действительно изобилие в этом магазине. Человеку, который первый раз туда попадает и, скажем так... Что сделать, чтобы не растеряться? Не то, чтобы далек от тюнинга, он понимает, допустим, что это такое, но вот на что бы вы обратили его внимание? Безусловно. Мы в первую очередь обращаем внимание, что интересует человека и какой у него автомобиль. Ну, для начала. Поинтересоваться в компетенции консультанта, менеджера по продажам стоит... То есть человек еще пока не знает. Он хочет его тюнинговать, но не знает, с чего начать. Или таких нету. Конечно, да. Есть разные люди, но, безусловно, стоит выявить потребность человека. Он зашел переступил порог магазина, ему, может быть, что-то сразу хочется узнать, есть или нет. Вот. Многие позиции товара мы, в силу того, что магазин хоть и большой, но все равно все 13 тысяч единиц товара, мы не сможем уместить на своих полочках. Да и 13 тысяч невозможно сразу взглядом окинуть. Вот, все верно, правильно. И какие-то позиции мы можем привести под заказ, безусловно. Ну, вот что сейчас является, скажем так, хитами? Что чаще всего переделывают? Чаще всего переделывают автомобили, Марина. Чаще всего переделывают автомобили. Тюнинг в автомобилях. И коврики тоже. И чехлы на сиденье. Все верно, да. Тюнингом считается, как и тюнинг двигателя и стайлинга, перечислят. Для кого-то, например, для людей в возрасте, это прежде всего купили новый автомобиль. И для него тюнингом являются дефлекторы, отбойники, чехлы на сиденье, верно сказано, коврики в салон. Например, обработать автомобиль антикоррозином, каким-то покрытием, либо покрыть защитной пленкой, чтобы, например, новый автомобиль максимально сохранил свои внешние качества. И защитили те же фары, тоже железо, капот и прочее. А молодежь чаще всего что преображает в своем автомобиле? Ну, молодежь тоже по-разному. Вот, соответственно... Для красоты, для красоты, вот что делать? Ну, молодежь, немножко другие приоритеты. Это тонировка, это и тюнинг подвески. Сейчас, может быть, часто замечали, многие ездят и слегка заниженные, и тонированные, и с красивым цветом в фарах, то есть и прочее, прочее, прочее. И, соответственно, поклеенные красивые разноцветные виниловые пленки, виниловыми наклейками, которыми мы тоже так же занимаемся. Вырезаем все, что угодно, на любой вкус и фантазию. Ну, мы не сами режем, режет плотер, такое приспособление специальное. Я имею в виду, что плотер у вас. Конечно, конечно. То есть человек может прийти, самая... Легко. ...конкретная модель, вы сделаете все... Конечно, легко. Будь какой-то. Напишем, нарисуем, конечно. Но поклеить он сам, или вы не поклеите. Да с удовольствием даже, если время найдем, поклеим, если у человека не получится. Я предлагаю Владимиру на автомобиле автостоп-шоу. Не вопрос, сделай. Я подумаю на твое предложение. Тем более, я теперь знаю уже, куда можно обратиться. Вот, вот, вот. Я предлагаю сейчас заслушать нашу очередную рубрику авторелиз и продолжить после этого разговор. Конечно. Авторелиз. На «Автовазе» изучили запросы потенциальных клиентов и решили сформировать отдельное подразделение, которое будет заниматься созданием уникальных комплектаций автомобилей «Лада», опираясь на индивидуальные требования покупателей. Ожидается, что услуга появится в следующем году, сообщает портал «Лада.онлайн» со ссылкой на свои источники. Например, клиент выбрал себе в дилерском центре «Лада» подходящий автомобиль в базовой комплектации. Затем он выбирает те опции, которые хочет. Например, сиденья, обшитые комбинированной кожей, климат-контроль и черный потолок. Дилер делает заявку на завод и такую машину комплектуют. В свою очередь, на «Автовазе» отказались комментировать эту информацию. Сим, прокомментируйте вы. На «Автовазе» отказались? Это будет удар по вашему бизнесу. С удовольствием. С удовольствием. Если на «Автовазе» отказались, мы не откажемся. У нас есть все необходимые материалы для того, чтобы и потолок сделать черным, и сиденья красивые перешить. И для этого не надо ждать, пока эта машина приедет с завода в дилерский центр, да? Да у нас были случаи, когда человек вот только заявку на автомобиль оставил, уже в магазин пришел, заказал себе чехлы, дефлекторы, коврики. И записался на шумоизоляцию кузова, к примеру. То есть мы собрали человеку материал. А вот теперь такой человек может быть уже сразу же на завод обратиться? Нет? Как вы считаете? Ну, сколько он будет там это ждать, машину? А здесь-то все и сразу. Так же, сколько своей машины будет ждать? Конечно. Или все-таки это не конкуренция? Ну, я бы не назвал это конкуренцией. Не знаю, почему. Лично я, как автолюбитель, я, так сказать, люблю все потрогать, пощупать, что будет в моей машине. Мне это важно, как и многим людям, я думаю. Например, те же материалы шумоизоляции потрогать перед покупкой. Неизвестно, что там в дилерском центре ему сделают. Вот просто прийти вслепую, сказать, сделайте мне шумоизоляцию, сделайте мне еще что-то. Это ни в коем случае не камень в огород каких-то дилерских центров, ни в коем случае. А тем более самого автоваза. Я материалист, да, я люблю потрогать и посмотреть, что мне будут устанавливать на машину. Собственно, в нашем магазине это может сделать любой человек. Прийти, посмотреть, выбрать пленочки, тонировки, лампочки, материалы, кожу ту же самую посмотреть. Перед тем, как, например, сошьют ему чехлы из этого материала, посмотреть, пощупать. Либо заказать готовый комплект чехлов уже. Посмотрел, пришел, увидел, купил, так скажем. А вас вот, допустим, коснулись тех же чехлов. Они у вас на самые ходовые модели есть? В основном. Да, все верно. Соответственно, деваться некуда, ассортимент растет, потому что растет спрос. Всегда прислушиваемся к покупателю. Спрос рождает предложение, как я уже много раз говорил. Вот. И, соответственно, то есть сначала это, если были какое-то определенное количество, определенное какое-то количество автомобилей, сейчас оно растет и растет, потому что приходится... Парк стареет и приходится обновлять. Все верно, все верно. А есть у вас такие, например, заядлые тюнинговщики, которые приходят к вам постоянно, вот, мало что-то еще захотел тюнинговать? Безусловно. К каждому человеку есть свой подход. То есть бывают люди, которые немного хотят доработать свой автомобиль. Начнем мы, вот, как я говорил, с дефлекторов, ковриков. А есть люди, которые прям живут этим. Потом втянулся. Как втянулись, живут это. Да, вот иногда даже ради интереса, когда в магазине немного народу, прям возникает любопытство пойти, выйти и посмотреть на этот автомобиль. К нам приезжают, вот, к примеру, и музыканты, люди, которые вкладывают сотни тысяч, не побоюсь этого слова, сотни тысяч денег в музыку, в машину. А машина стоит 20, да, тысяч? Ну, допустим, машина стоит полумиллиона рублей, да, возьмем иномарку какую-нибудь. Будет бы сходить из реалии, да. Да, да, да. И человек еще 1300-1400 в среднем потратил, чтобы в ней хорошо играла музыка. Ну, к примеру, пришел у нас, купил материалы для шумоизоляции, и, соответственно, задал ему вопрос, а что за материалы? А вот помните, мы покупали у вас вот это, вот это, вот это и вот это. Сажившись в автомобиль ради интереса, и просто понимаю, что насколько все качественно. Вот, как говорится, ощутить на себе то, что продаем. Тем не менее, самой музыкой вы не занимаетесь. Исключительно шумоизоляцией мы можем помочь. К сожалению, да, колонками и прочим занимаются наши коллеги. Вот, соответственно, мы, если люди приходят к нам в магазин, мы с удовольствием направим их в нужное место, где занимаются непосредственно аудиосистемами и прочим. Вот, ну, соответственно, все, что в нашей компетенции, мы расскажем и покажем. Да здравствует кооперация! Автостоп-шоу на Пилот-радио продолжается. Эксперт дня сегодня Максим Константинов, менеджер «Карбон-69». Максим, давайте с вами продолжим разговор. Мы говорили до рекламы буквально о ваших постоянных покупателях, посетителях. Есть люди, которые, наверное, приходят просто ознакомиться с новыми поступлениями. Вот для таких людей, для постоянных, так скажем, клиентов, у вас тоже наверняка есть определенные бонусы. Конечно, есть. Начнем даже с той же системы скидочных карт. То есть если человек постоянно приходит, что-то покупает, изначально руководители просто, когда, ну, начинал свою работу «Карбон-69», просто запоминали людей. Сейчас людей очень много, да, что запомнить, к сожалению, нереально. Мимо нас проходят тысячи людей ежедневно. Вот, система скидочных карт. То есть видим, что человек покупает много и часто, соответственно, подарим ему с удовольствием скидочную карту. Приходит, там есть барьер определенной суммы, на которую стоит купить, к примеру, и мы с удовольствием поменяем на более большую скидочную карту. Соответственно, если лично при мне, я относительно недавно работаю в компании, уже третий год сейчас идет, вот, лично на моих глазах развивались автосервисы собственные, начиная с частных гаражных, грубо говоря, таких вот увлечений, и люди открывали свои сервисы, и сейчас имеют у нас определенные скидки, то есть на моих глазах... Вы выглядите поставщиками. Да, все верно, на моих глазах развивался бизнес у людей, все верно. Соответственно, люди начинали с маленьких покупок, и сейчас они уже закупаются достаточно крупными размерами, потому что бизнес их расцветает, и приятно это наблюдать. Соответственно, руководство компании всегда идет навстречу. То есть если видят, что человек постоянно покупает, постоянно даже были частые случаи, что люди рекомендуют, то есть мы купили, нам понравилось, и цены. И качество, приходите, вот, и, соответственно, руководители идут навстречу всегда. Ну вот, кстати, сказать, просто мы уже опять еще раз хочется вернуться, скажем, к ассортименту. Ну вот какие позиции у вас? То есть вы обозначили, что это детали подвески, это пленки, это чехлы, а что еще? Пленки, чехлы, шумоизоляция, автосвет абсолютно любой. Конечно, автосвет любой. Что еще на ум придет? Авточехлы мы уже тоже говорили. Сразу всего и не вспомнишь, но, соответственно, под каждый контингент людей у нас свой ассортимент. То есть это если для молодежи это тонировка, различные пленки, соответственно, элементы подвески, то есть для другого контингента людей это, соответственно, и чехлы, и коврики, да, и все остальное, антигравийные пленки. Это, я думаю, для всех универсальная такая штука, которая в условиях наших, в реалии. Максим, время предновогоднее, наверняка у вас тоже что-то существует в этот момент времени, да, какая-то заготовка или акция, да, такие. Карбон-69 выступит в роли Деда Мороза. Конечно, мы каждый год выступаем в роли Деда Мороза и Снегурочки, наверное, потому что... Вот в публице? Не знаю, еще не проверяли. Кому как повезет. Да, кому как повезет. Каждый год у нас проводятся розыгрыши, конкурсы, репостов в социальных сетях, где можно выиграть достаточно крупные призы. То есть это каждый год, на каждый праздник. Хорошо, в этом году? В этом году около, я не знаю, 13 или более призов будет разыгрываться 31 декабря. А что для этого нужно, чтобы поучаствовать? Просто сделать репост в социальных сетях. Просто репост? Да. Всего? Надо же. Как здорово. Всего лишь, да. Соответственно, у нас существуют подарочные сертификаты. То есть приходит, например, девушка, не знает, что подарить своему мужчине на тот или иной праздник. Пожалуйста, предложим с удовольствием подарочный сертификат номиналом на любую сумму. Я предлагаю прямо сейчас высыпать в роли Деда Мороза и подарить специальный автоприз одному из наших слушателей. Итак, время рубрики «Автоприз». Итак, телефоны студии «Пилот-радио» уже готовы принять звонки от наших слушателей. Озвучу номера. Это 337-77-78-77-10. Звонить уже можно прямо сейчас. У нас уже разрываются буквально две телефонные линии. Итак, алло, здравствуйте. Алло. Алло. Так. Алло. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Антон. Антон, вы слушали нашу программу. Наверняка хотите поучаствовать в розыгрышах. А я не слушал, но только я ее слушал не с самого начала. Ничего страшного. В этот раз вам повезло. И у нас вопрос не на внимательность, а на память. Но на другую память. На кинопамять, так скажем. На память будет бейсболка. На память будет бейсболка, да. Ну, если вы любите фильмы о Джеймсе Бонде, то, наверное, вам сейчас обязательно повезет. Итак, вопрос на автомобиле. В какой марке ездил Джеймс Бонд в фильме «Казино Рояль» и «Квант Милосердие»? У вас ответ готов или вам помочь вариантами? Помогите. Астон Мартин, Майбах или Бугатти. Выбирайте. Ну, давайте Астон Мартин пусть будет. Астон Мартин. Понятно. Нет, Бугатин будет. Пусть он будет. Хотя был бы Майбах, мне кажется, было бы... Я почему-то тоже был Майбах. Было бы интересно, да. И Бугатти неплохо. Ну, тем не менее, Антон, мы поздравляем вас. Это мы поняли, что вы угадали. Поздравляем. Обязательно расскажем вам, как получить наш автоприз. Не вешайте трубочку. Спасибо вам за предоставленный сегодня автоприз, Максим, компании «Карбон-69». Огромное спасибо. Итак, «Карбон-69» находится у нас в автоцентре. Не в автоцентре, а просто в торговом центре. В торговом центре, Малина, да. В поход. И интернет-площадка «Карбон-69». Тоже заходите. Очень много интересного. И, наверное, более внимательно можно рассмотреть все товары, придя именно туда. Да. Итак, я думаю, пришло время попрощаться. Я Марина Семенова. Желаю вам, как всегда, удачи. Удачи, прежде всего, на дорогах, наверное. Владимир. Ну да. Удачи вам и вашим авто. Пока. Максим. До свидания. До свидания. Автостоп-шоу на Пилот-радио. Километры полезной информации.